Одна из главных оценок работы транспортной системы Сочи – это Кубок конфедерации. По мнению организаторов, курорт занял второе место среди всех городов, принимающих матчи Кубка по качеству перевозок. Планы на чемпионат мира по футболу – выйти в лидеры. Для этого предстоит большая работа по совершенствованию всей системы. Сегодня на 147 маршрутах в Сочи ежедневно выходит 829 автобусов различной вместимости. В планах на ближайшие годы сократить общее число автобусов за счет увеличения количества транспорта большей вместимости. Это улучшит в целом и ситуацию на дорогах, отметили на совещании. Еще одна из острых проблем – это нелегалы. У нас много такси, много нелегального транспорта, мини-автобусов и больших автобусов находятся в городе. Мне нужно понимание, сколько раз в неделю этому вопросу будет посвящаться внимание. И какие рейды где будут проходить. Еще один вопрос – это финансовое состояние основного перевозчика компании МОП «Сочи Автотранс». Несмотря на то, что предприятие впервые за долгие годы сработало в плюс, проблем еще немало. Это и техническое обслуживание, и обновление парка машин, и дисциплина водителей, и вопрос присвоения ими выручки. Проблему помогает решать переход на безналичную оплату проезда, которая начала действовать в муниципальном транспорте с конца декабря. На всех маршрутах наших городских, это более 100 автобусов, у нас введена система безналичной оплаты проезда. Это первый шаг к чемпионату мира, то есть к 1 мая, мы планируем ввести возможность безналичной оплаты во всех автобусах в нашем городе. Также на совещании сообщили, что уже более тысячи сочинцев установили на свои гаджеты мобильное приложение «Сочи Транспорт». Оно позволяет отследить автобусы на линии, дает информацию о перевозчике и обслуживаемых маршрутах. Приложение постоянно совершенствуется. Так, например, планируется ввести опцию «Найти свой эвакуированный автомобиль». Также на совещании была затронута тема дорожного хозяйства. В прошлом году в городе отремонтировали 163 улицы за муниципальные средства, это ямочный ремонт, еще 93 – за краевые, это уже ремонт капитальный. В ближайших планах выполнить капитальный ремонт 29 улиц за счет краевых средств.